Время новостей на первом карагандинском студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Жители 12 микрорайона жалуются на антисанитарию. Карагандинцы стали зарабатывать больше, так сказали в областном окематике. В Караганде полным ходом идет реконструкция тепловых магистралей. В мусоре не видно двора. Жители дома номер 5 в 12 микрорайоне жалуются на антисанитарию. То, что здесь так грязно, не их вина. Рядом магазин «Горняк». Там же расположен стихийный рынок. По словам возмущенных жителей, продавцы, недолго думая, тащат мусор к их дому. Более подробнее в репортаже Мирам Гусла Кимбаева. Мы среди помойки живем. Мы на улицу выйти не можем. На балкон выйдешь, там помойка из-за рынка дышать нечем. Во двор выйдешь, здесь помойка из-за этого всего тоже дышать нечем. Детям нашим вообще играть негде, площадки нет. Нас оккупировали они все. Все вот. Вообще для нас здесь скоро идут. Около подъезда встанут наших и будут торговать. А власти, чиновники сидят, никакие меры не принимают. Территория вокруг дома номер 5 в 12 микрорайоне Майкудука занимает непочетное первое место в списке самых грязных дворов Караганды. Детскую площадку здесь даже и не заметишь, потому что она погребена под слоем бумаги и мусора. Жители с прошлого года обивают пороги Акимата города. Но все безуспешно. С прошлого года ездим в Акимат. По поводу этой помойки, по поводу рынков. Встали под наши окна. Шум, голдеж. За эти места с 6 часов утра дерутся. Окно невозможно открыть. У меня окно на ту сторону. Балкон там на той стороне. На балкон невозможно выйти. Жильцы этих домов тоже не понимают, за что платят деньги. Двор, говорят возмущенные люди, одна сплошная помойка. Ходить в администрацию города стало для жильцов традицией. Акимата не навещают каждую пятницу. Вот дороги нет. Пешком даже нельзя выйти. Идешь, костыляешь. А он звонит, давай ему дорогу. Я должна спотыкнуться, но дорогу ему дать, чтобы он проехал. У нас нигде тут пройти нельзя пешком. Огромное количество коробок и бумаг. То, что происходит во дворе пятого дома – это вина продавцов. Рядом с домом находится магазин «Горняк», возле которого расположен стихийный рынок. По словам жителей, продавцы долго не думая, тащат и бросают мусор прямо рядом с жилым домом. К вечеру в ящиках от самой мусорки и до «Горняка». Завали на ящиками. Обращались, сходили. Никто никакого внимания. А они говорят, не наш мусор. Ну это как ни их мусор. Откуда берется мусор? Это в первую очередь надо браться за мусорку и за вот эти магазины. Пусть они что-то себе делают, чтобы свои ящики. Однако администрация магазина так не считает. Наши технички складируют. Сначала разбирают коробки, потом складируют их. А куда коробки носят в ваш магазин? Сейчас покажем. А вот этот мусорки и до горняка. Это не мой магазин. Если вы хотите порядок навести, наведите порядок у себя там, вот сзади. А у нас четыре контейнера, в горняке четыре контейнера, да. Плюс мы бумаги собираем, у нас есть специальный склад. Приезжает звоним, полный склад. Бумаги, картоны, коробки увозят. А вот уборщица магазина Светлана Каравянская уверяет, что КСК их контролирует регулярно. Складируют картонные коробки, они по всем правилам. Мелкий мусор мы складываем в сумки, выносим в контейнера. По коробке у нас продавцы их разбирают, мы собираем, выносим сюда в углярку. Когда мы ходим, мусор постоянно вносят оттуда. Постоянно доски, постоянно мы говорим администрации. Администрация говорит, что мусор кто убирает, они постоянно ругаются, что загромаживают. Вот эти все. А мы все, у нас заполняется полностью, два раза в месяц у нас вывозится. Представители Акимата Октябрьского района пообещали, что все торговые точки, которые незаконно продолжают свою деятельность, будут ликвидированы только к концу года. Я думаю, в этом году конкретный срок не утвержден, но мы постараемся к концу этого месяца вывезти все киоски и контейнера, которые там стоят незаконно. Я думаю, уже от этого будем отталкиваться, будем ускоряться, чтобы освободить территорию. Виноватого в этой истории нам выяснить так и не удалось. Чтобы наказать настоящего нарушителя, нужно сидеть в засаде и ловить за руку. А вот жители 12 микрорайона 5-го дома будут и дальше бороться с антисанитарией. Мирамгуль Салкимбаева, Толеген Рашид, Марат Культенов, Первый Карагандинский. Прервемся на рекламу, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натижер» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Карагандинцы стали зарабатывать больше. Средняя заработная плата в регионе возросла на 12%. Итоги социально-экономического развития региона за первый квартал текущего года рассмотрели накануне, на заседании Акимата под председательством главы области. Здесь же подвели итоги отопительного сезона, который вызвал ряд нареканий со стороны областной администрации. Все подробности далее. Об итогах за первый квартал текущего года доложился первый заместитель Акима области Габид Мухамбетов. В его отчете цифры радующий глаз. Другими словами, область стала жить лучше. В частности, средняя заработная плата увеличилась на 12%. Численность населения возросла на 5,5 тысяч человек. Улучшились показатели в таких сферах, как здравоохранение и образование. Кроме того, несколько тысяч человек в скором времени получат квартиры. За счет средств бюджета захланировано строительство 23 жилых домов с подведением сетей на сумму 4,5 миллиарда тенге и 8,6 объектов соцкульт-быты на сумму 27 миллиардов тенге. В то же время, наряду с положительными результатами, имеется ряд недостатков. К примеру, в реализации программ «Дорожная карта бизнеса» и «Занятость-2020». С вузами, которые сегодня обучаем по программам, много вопросов. По ихнему дальнейшему трудоустройству. Те специальности, которые мы сегодня переобучаем, их трудоустройства. Предприятия отказываются их брать. Вот факты, когда вы обучаете на бухгалтеров, бухгалтер обучился на каком-то профильном колледже, выходит и мне говорят, что даже он не знает один из бухгалтеров. А вот областной центр и в общем рейтинге городов и районов региона занимают далеко не почетное 15-е место. Такое положение дел главу региона, занимавшего когда-то должность Акима Караганды, явно не устраивает. «Всем аппаратам области города занимаемся, помогаем. Так что здесь условия всегда обсужданы, в Нью-Йорке никаких нет, но результаты пока я не вижу. Вот то, вот это все, я первым был ударный показатель. О том, как пережили отопительный сезон в регионе, доложился заместитель областного главы Сабыргали Идрисов. Ремонтные работы на теплоисточниках были выполнены в полном объеме. Вот только крупных аварий сбежать зимой так и не удалось. Все помнят остановку ТЭЦ-3 в феврале. Нестабильной работой отметились и Тимиртауская ГРЭС-1, и Жасказганская ТЭЦ. Все это происходит из-за некачественных ремонтных работ, заключили представители департамента по чрезвычайным ситуациям. По результатам анализа установлено, что значительная доля аварийных остановок происходит в связи с образованием свещей и разрывов труб водяных, экономайзеров, экранов и пар перегревателей. Также увеличилось количество остановок по причине износа вращающихся механизмов. Департамент по чрезвычайно считает, что ремонты проводились неэффективно по причинам отсутствия отлежащего контроля со стороны руководства станции. Недостаточно уложения объемов ремонтов дефектной ведомости при подготовке ремонтной компакции. Отсутствие независимой экспертизы при составлении дефектных ведомостей на предстоящий отопительный сезон. Парадокс, но несмотря на вышеизложенное, судя по отсутствию судебных исков в адрес организаций, занимающихся ремонтом оборудования, руководители энергоисточников претензий к ним не имеют. Глава региона дал ряд конкретных поручений. Болжан Абдишев подчеркнул, что главной задачей коммунальных служб, независимо от форм собственности, является качественное оказание услуг населению. Регион один – это наша область. За регион отвечать мне, я всех вас еще раз призываю, совместно, скоординированно работать с акимами городов и районов на местах, в том числе на уровне областного состава, опыта. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Между тем, в Караганде полным ходом идет реконструкция тепловых магистралей. В этом сегодня убедились депутаты городского маслехата во время выездного заседания. Руководству компании «Теплотранзит Караганда» народные избранники задали много вопросов от имени горожан. Более подробно в следующем репортаже. Сегодня народные избранники побывали на ремонтной базе компании «Теплотранзит Караганды». Им продемонстрировали трубы большого и среднего диаметра, которые в скором времени пойдут на укладку теплосетей. Рассказали, как идет реконструкция магистрали и чего не хватает для более качественного оказания теплоуслуг карагандинцам. Депутаты, пользуясь случаем, подняли ряд проблемных вопросов от имени своих избирателей. Это частичная замена труб на трассах «Теплотранзита». Дальше восстановление дорожной одежды, уплотнение слоев. Народным избранникам также показали специализированную технику, которая на сегодня помогает проводить более качественную работу по укладке труб. Кроме того, депутаты оценили и сам материал, который обычно используют в работе. Как отмечает руководство компании «Теплотранзит Караганды», сейчас реконструкция участков тепломагистрали в самом разгаре на Югостоке, в Майкудуке и Пришахтинске. Если взбирать по сравнению, за последние три года идет тенденция снижения дефектов на тепловых сетях, снижение количества жалоб от потребителей, поэтому увеличение. Это все благодаря тому, что в последнее время уделяется большее внимание предприятию «Теплотранзит». Депутат городского маслехата Андрей Шульц заметил, что в прошлом году в Пришахтинске была недостаточная подача тепла, и поэтому люди в своих домах мерзли. Теперь же ситуация изменилась в лучшую сторону, а в будущем отопительном сезоне в большинстве карагандинских квартир проблем с теплом не возникнет. Мы депутатским корпусом выезжали, смотрели. В прошлом году на укладку этих труб, значит, трубы качественные, с теплоизоляцией, с полимерным покрытием, ну то есть это уже современные технологии применяются. Я думаю, что многие годы, десятилетия эти трубы будут лежать, и такой очень негативный момент, как утечка тепла, будет надолго устранена. После посещения ремонтной базы главного поставщика тепла в дом гаража, народные избранники отправились в места бывших и нынешних ремонтов теплосетей. Все возникшие вопросы обсудят затем на заседании постоянных комиссий и очередной сессии городского маслехата. Совсем скоро Казахстан будет отмечать всеобщий праздник, к которому имеют отношения все поколения, все народы. Это День Победы. Накануне памятной даты молодежь города собрала за общим столом ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Всех тех, кто приближал этот великий день. Медали, седина и живой взгляд в сегодняшний день. Вот что объединяет этих людей. Они не вчерашние. Они – реальная история, рожденная на наших глазах. Ее можно осязать не по книгам или картинам, а по рассказам настоящих очевидцев и участников тех героических дней и ночей. За столом гордости краса Карагандинской области. Николай Пастухов, почетный гражданин Караганды. Награды говорят сами за себя. Можно сказать, только курская дуга. И все станет ясно, через какие испытания пришлось пройти 20-летнему мальчишке в годы Отечественной войны. Самое главное сейчас – пропаганда казахстанской патриотизмы среди молодежи. Тоже воспитание, чтобы мы уважали. И канун 9 мая мы хотим, чествуем наших ветеранов. Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Труженики Тула. Сегодня, каждым днем, количество наших ветеранов уменьшается. И должны мы их беречь. Здесь собрались люди, которые прекрасно знают и уважают в Караганде. Кто воинским подвигом, кто трудовым, приближали День Победы и строили уже послевоенную Караганду. Николай Дришт – легендарный человек, почетный гражданин Асакаровского района. У него столько научных разработок и учеников, что их перечисление займет целый день. По нему учатся работать современные инженеры. Что нужно за праздничным дастраханом? Улыбки, умные глаза, интересные воспоминания и песни. Обо всем позаботились у строителей вечера. Это ведь праздник самый рагостный, самый светлый и в то же время самый уважаемый и самый ответственный праздник. Потому что наши предки, наши родители, наши дедушки подарили нам такое богатство, которое неоценимо ничем. Сегодняшний день строится на их труде. Мы – это они. И связь эта неразрывна. С наступающим Днем Победы и здоровья вам, наши ветераны. Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. Рыночная экономика не должна разрушать трудовые отношения, строящиеся на основе Конституции и законодательства Республики Казахстан. Накануне Всемирного дня охраны труда, который отмечается мировым сообществом 28 апреля, за круглым столом собралось руководство филиалов Центра обслуживания населения Карагандинской области. Они обсуждали проблемы техники безопасности и выстраивание грамотных трудовых отношений в коллективах. Казахстан вступил во Всемирную организацию труда в 2003 году. Эта организация стремится на законодательном поле отрегулировать правовые отношения работодателя и работника. Она выделяет болевые точки и привлекает к ним внимание мировой общественности. Институт охраны труда должен способствовать не только снижению травматизма на производстве, но и развитию культуры в спорных вопросах между работниками и руководителями. Соблюдается какая-то определенная процедура наложения административных, то есть действительно она должна соблюдать процедуру наложения. То есть должен быть сам факт. От этого факта, допустим, должна быть докладная бумага, которая покупает на рассмотрение руководства. В 2012 году Трудовой кодекс Республики Казахстан был серьезно изменен в сфере охраны труда и техники безопасности. Теперь регулируют трудовые отношения правительство. Это не значит, что любой производственный конфликт решается на столь высоком уровне. Нет, но законодательные и иные документы принимает правительство. Охрана труда входит в основные государственные программы, направленные на повышение качества жизни граждан Казахстана. Погоня работодателей за прибылью не должна влиять на трудовые отношения, закрепленные законом. Во главу угла ставится забота о человеке. Мы проводим вот такие вот семинары с выездом в организации предприятия для разъяснения всех тех моментов, которые касаются охраны труда и техники безопасности. Постараюсь ответить на те вопросы, которые их беспокоят, с разъяснениями функциональных и, значит, других там должностных обязанностей и применения непосредственно самого трудового законодательства в своей работе сотрудниками ЦУГа. В Конституции Казахстана недвусмысленно сказано, что главной целью страны является человек, его жизнь. Сергей Высокозов, Первый, Карагандинский. Фархада Коккербекова можно считать героем нашего времени. Мужчина совершил героический поступок, спас жизнь ребенку. Родители мальчика рассказывают, что не окажись полицейского на месте ЧП, ребенок бы погиб. В тот самый злополучный день двое детей беззаботно играли в своем дворе около гаражей, а рядом находилась яма с канализационной водой. Там играли соседские дети. Я их предупредил, что играть здесь небезопасно, можно упасть в яму. Потом зашел в гараж, а после услышал крик ребенка и сразу же выбежал туда. Смотрю, ребенок упал в колодец. Я сразу же пустился спасать его. Глубина ямы была около трех метров. Я даже не ощущал дна. А ребенок уже тонул. Виден был лишь его капюшон. И зацепившись за него, я успел вытащить тонувшего. Фархад Каукербеков рассказывает, что давно уже привык рисковать своей жизнью ради других. Ведь работа его заключается именно в том, чтобы помогать и спасать людей от разных бед. Мужчина отмечает, что с детства мечтал работать в правоохранительных органах. А сегодня он заслуженный сотрудник полиции. За достигнутые результаты его неоднократно награждали медалями и другими ценными подарками. Кроме того, за успехи в работе его пригласили участвовать в республиканском форуме «Судьба страны – моя судьба», где участвуют граждане Казахстана, которые внесли значительный вклад в развитие страны. О новостях спорта расскажет Берри Копаров. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В столице Индии Нью-Дели прошел чемпионат Азии по греко-римской борьбе. В первенстве Азии приняли участие 20 стран. Более 100 борцов со всей Азии приехали побороться за медали. В общекомандном зачете Казахстан расположился на третьем месте. От Караганинской области выступали два спортсмена. Ярулан Искаков завоевал серебро в весовой категории 96 килограммов. Другой карагандинец Андрей Самохин занял пятое место в весе 84 килограмма. Андрей стартовал с четвертьфинала. На этой дистанции его соперником был представитель Южной Кореи Джин Син Парк, победить которого не удалось. Далее в схватке за бронзу Андрей уступил представителю Кыргызстана. Соревнования пошли в основном хорошо. Просто своего такого выступления сам не ожидал. Просто есть с будущим над чем работать. И покорять высоты нам побольше. За спиной немалые победы, а проигрыши. Есть над чем работать. Будем продолжать подготовиться к чемпионату мира, чемпионату Олимпийской мигран. Серебряный призер Ярулан Искаков выступал в весовой категории 96 килограммов. В первой встрече Ярулан был на голову сильнее сирийца 6-0, 6-0. Затем победил индуса Брин Синга. А в борьбе за финальную путевку карагандинец оказался сильнее иранца Эйнола Давуда. А в финале уступил корейцу Чан Гун Ану. Представителям Кореи начало было хорошее. Мы первый период выиграли. Во втором он не сделал, как должен был, обязан был сделать. На этом мы закончились. Но, увы, корейец отстоял. В третьем периоде нам дали балл замечания. Тем самым у Ярлана уже практически, фактически силу он все отдал в полуфинале. Здесь стремился. Ну, проиграли мы. В третьей игре финальной серии ВХЛ карагандинская Сарарка уступила нефтекамскому Торосу 0-2. Денис Франскевич отыграл весь матч и пропустил во втором и третьем периоде по шайбе. А вратарь соперников Владимир Сахацкий порадовал своих болельщиков сухарем. По ходу игры Сарочка несколько раз играла в большинстве. И именно нереализация этих моментов, по мнению главного тренера карагандинцев Андрея Кирдюшова, и стала главной причиной отрицательного результата. Спустя сутки соперники снова сойдутся в битве за Братину. Возвращаться в Караганду при счете 2-2 или 1-3 – разница существенная. Пожелаем удачи нашему клубу в очередном матче на чужом поле. Смотрите подробный отчет посадки деревьев на аллее журналистов. Не пропустите. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова